Давайте знакомиться. Вы группа прикладная информатика, да? Зарочное отделение. Второй или третий? Первый. А что, вы наоборот, ускоренно учитесь относительно? Да, без коммунистов. Какая дисциплина тогда? Ой, ребята, вы же магистранты, прошу прощения. Понимаете, сейчас столько идёт заочетников, что просто бакалавры на третьем курсе ко мне приходят, поэтому я и удивилась. Так, магистранты, первый курс. Староста в группе есть? Я. Сколько человек в группе? Ну, пять по списку, а ходят три человек. Много часа, поимелись. Ясно. Ну, тогда, значит, вам придётся доводить информацию до всех остальных пятерых. Что даже, несмотря на то, что это заочное отделение, и якобы на заочном отделении дают дипломы просто за то, что заплатили за обучение, то можете их разочаровать, что это не так, по крайней мере, по моей дисциплине. Если я студента не увижу, то этот студент, вернее, даже если я его увижу, но он ничего не выполнит, то, что требуется выполнить, то зачёта или экзамена он не получит. Поэтому давайте сейчас сначала определимся с требованиями, которые выставляются по этой дисциплине. Кстати, кейс смотрели, брали? А мы что-то это не можем разобраться. У меня вот кейс, где портал дистанционного, там у меня стоит почему-то старая специальность, которую я бакалаврю здесь в политехе заканчиваю. Не поняла. Там мне обновили ещё дистанционность. А, то есть вам, вам, нету у вас доступа ещё, да? Ну, доступ есть, но там старая специальность, у меня вообще я с онбукса, у меня там экономия ещё старая. Нет, ну в смысле, а, есть доступ, но всё равно он какой-то некачественный, да? Да, есть. То есть там нет информации, что вы магистранты, да? Да. Только в электронном кабинете на сайте политеха есть, вот обновили всё. Так, а в электронном кабинете на сайте политеха вы не можете взять кейсы? А я что-то не смотрел на том, что... Нет, мы, наверное, немножко о разных вещах с вами говорим. Личный кабинет студента – это одно. Но, а на заочном отделении существует такое понятие, как набор электронных документов для изучения дисциплины, который называется кейс. Ну, это нам рассказывали, да? Да. Ну, так выбор такой. Мы туда не заходили. Не заходили. Заходили, надо. Заходили. И что? Ну, мы не смогли найти, где эти кейсы там находятся. Да нет, не то, что там, я вижу эти кейсы, захожу, например, информацию там по документам. Методически. Методически какие-то. Там указано просто пустой кейс. Ну, то есть начинаешь на вкладку нажимать. Ну, наверное, сделаем проще. Может быть, позже. По старинке, по-крестьянски записывайте мой электронный адрес. Ну, нам все как преподаватель, да. Вы присылаете свое письмо, и я туда цепляю все файлы. Ну, по крайней мере, те файлы из кейса, которые вам нужны. Там просто куча всяких вспомогательных бумаг, чисто формальных, которые... Таким образом. Ну, будет доступен, тогда посмотрите еще там. Просто у меня-то эти материалы есть, поэтому мне не тяжело будет вам сброситься. Хотя на самом деле эта заочка должна побеспокоиться и вас обеспечить. И вы должны были сюда прийти ко мне на занятие, уже просмотреть эти документы, и чтобы, возможно, задавали вопросы, или бы понимали, о чем я буду говорить. Ну, не получается. Так, видите, всего одна лекция, и довести до вас то, что я захочу с вас там в феврале, в марте спросить, чтобы поставить зачет. Очень сложно будет. Ну, давайте, тем не менее, разбираться. Значит, на моей кафедре... Так, я не представилась, вы знаете, кто я, да? Смотрели в расписании. Зыкина Анна Владимировна, профессор, доктор, заведующая кафедрой прикладной математики. И ведущий лектор на потоке магистратуры по одной дисциплине двухсеместровой, а одна дисциплина односеместровой. Вот сейчас я, ну, так скажем, немножко историю этих дисциплин расскажу, чтобы вы понимали, что о чем. Значит, первая дисциплина математическое моделирование информационной технологии при проектировании, это дисциплина два семестра. Первый семестр заканчивается зачетом, второй семестр заканчивается экзаменом на основе теории первого и второго семестра. Поскольку есть зачет и поскольку есть такое понятие в каждой дисциплине, как домашнее задание, то в рамках зачета в первом семестре вы должны будете просто выполнить домашнее задание и за это получить зачет. В рамках второго семестра выполнить домашнее задание, получить допуск к экзамену на основе этого домашнего задания, а потом еще сдать экзамен. В чем будет состоять домашнее задание сразу первого и второго семестра? Давайте попробуем понять. Значит, дисциплина называется математическое моделирование, вторая часть и информационные технологии. Так вот, в первом семестре домашнее задание будет связано с математическим моделированием, а именно вы должны будете из кейса, вот как раз это староста должен будет выбрать каждый студент по три варианта моделей, причем не произвольно, а староста составляет список из пяти студентов, так? И распределяет первый, второй, третий, четвертый, пятый, потом первый студент получает шестой и так далее. Значит, первый в списке получает первый, шестой, одиннадцатый вариант, второй получает второй, седьмой, двенадцатый и так далее. В каком порядке список студентов будет, меня абсолютно не волнует. Просто вы этот список мне потом принесете, и я буду знать, у кого какие варианты будут. Понятно, да? То есть, поэтому даже на мертвых душ вы должны выделить эти варианты и, как староста, сделать студентам рассылку. Вполне возможно, будут такие студенты, тем более у заочников это допустимо, которые ни разу ко мне не придут, но, получив эти задания, выполнят, отчитаются, и я обязана буду им поставить решетку, если они все выполнят. Итак, первый семестр вы должны построить три математические модели. Но не просто построить, вы их должны будете оформить согласно шаблона оформления. Шаблон оформления вам тоже будет выдан. И вот как раз уже выполнив все эти три задания, ну, на самом деле, каждая модель умещается примерно на одной страничке печатного текста. То есть, там больше формул, ну, и небольшой текст, комментарий к формулам. Ну, вот сейчас на примере мы это рассмотрим. Поэтому, на самом деле, три листочка задания. Первый листочек, титульный лист, тоже согласно шаблона политеха, домашнее задание по дисциплине на такой-то кафедре, такого-то студента, такой-то группы, принял какой-то преподаватель. Приносите с бумажным вариантом этот текст. Я расписываюсь на титульной странице. Ставлю там 40 или 60 баллов в зависимости от того, как вы оформите все это. После этого вы все это сканируете, выставляете в своем студенческом портфолио. И только после этого получаете зачет. Понятно? То есть, значит, первый этап построить модели, ну, так скажем, одновременно оформив их как надо. Второй этап распечатанный вариант принести ко мне, получить подпись. В принципе, не обязательно лично, через кого-то может староста собрать и принести. Я у всех расписываюсь. Третий этап сканируете, выставляете и получаете зачет. Это первый семестр. Теорию, которую вы должны будете изучить за первый семестр и за те одно-две лекции, что я прочитаю, это уже, ну, вернее, одну-две лекции, что я прочитаю, а остальное самостоятельно освоите, это уже в ваших проблемах. Второй семестр. Второй семестр чуть сложнее. Нам надо будет сделать то же самое, что в первом семестре, да, плюс еще потом подготовиться к экзамену и сдать экзамен. Экзамен будете сдавать, как бы тоже, как это называется, на полном серьезе. Экзаменационные билеты, вопросы, теоретические задачи практические, ответы вкусные. Ну, в общем, как положено классически. Ну, единственное, может быть, может быть, я позволю. На дневном отделении я категорически запрещаю пользоваться чем-либо на экзамене. Ну, может быть, вам позволю, ну, так скажем, полчаса пользоваться при подготовке, потом убираем всю вспомогательную информацию и потом отвечаем уже без вспомогательной информации. Что я вам разрешу, а и не разрешаю. Значит, чем отличается домашнее задание второго семестра? Те же самые три модели. Смотрите, первый семестр математическое моделирование. Мы построили математические модели. Второе семестр информационные технологии. Значит, мы должны для этих трёх моделей подобрать какие-то параметры числовые и прорешать каждую из трёх задач тремя методами. Первый метод ручной на основе методов, которые вы освоите в ходе лекционных занятий математическое моделирование и практических занятий методы оптимизации. Вот смотрите, сейчас сюда я привлекаю практические занятия методы оптимизации. Причём история такая. В образовательных стандартах, ну, теперь уже предыдущего поколения, я не знаю, что будет в следующем поколении, потому что примерные образовательные программы ещё не выставлены. Но, тем не менее, мы работаем пока по стандартам предыдущего поколения. Так вот, стандарты предыдущего поколения, укрупнённые группы 0.9, куда входит в том числе и прикладная информатика. Кстати, моя кафедра работает по укрупнённой группе 0.2. Это математика, прикладная математика. А 0.9 – это информатика, вычислительная техника. Так вот, в стандартах 0.9 у всех прописаны компетенции дословно «Знание методов оптимизации». А дисциплина «Математическое моделирование» уже была введена как потоковая. Но, чтобы выполнить компетенции, необходимо было... Ну, вернее, решили очень просто. Добавили просто дисциплину с названием «Методы оптимизации». Но, поскольку в математическом моделировании теория присутствует, эти методы оптимизации, они только как практические занятия. То есть, фактически можно считать методы оптимизации – это дополнительные практические занятия в дисциплине «Математическое моделирование». Но, таким образом, руководители укропнённой группы 0.9, что называется, убили собаку в виде компетенции «Знание методов оптимизации». Вот, пожалуйста, дисциплина называется «Методы оптимизации». Куда уж более. Ну, именно поэтому вторая дисциплина тоже на моей кафедре. Но, естественно, практические занятия я, как профессор, как заведующий кафедрой, просто физически не могу вести. Поэтому практические занятия ведут мои специалисты, которые знают не хуже меня эти методы оптимизации. Но, тем не менее, курирую всё это я. Вот, чего изучать, как изучать, когда изучать и так далее. Поэтому, значит, смотрите, вы, значит, подбираете числовые параметры для своих трёх моделей и вручную считаете теми методами, которые изучите вот как раз в первом семестре. Видите, как удобно вы их изучили в первом семестре. Или, кстати, по методам оптимизации вы тоже будете сдавать зачёт. Но там зачёт будете сдавать на основе как раз заданий по конкретным методам алгоритма. Понятно, да? Да, это было дисциплина, да. А, ну вот, тем более, что... Кто у вас медведев, да? Да. Ну вот, Юрий Александрович у меня сам учился, поэтому он это всё прекрасно знает. Вот, значит... Ну, я сказала тремя методами. Значит, первый метод численно вы решаете. Второй метод – элементарные таблицы Excel. То есть вы должны уже показать владение информационными технологиями в примитивном виде. Правильно, таблицы Excel. И третий метод – находите пакеты прикладных программ. Ну, как правило, это MATLAB, потому что у нас задачи оптимизационные, а именно в MATLAB все эти методы и есть. И находите метод, которым может быть решена ваша задача и решаете. И в качестве отчёта по второму семестру вы уже построение модели не делаете, а просто записываете модель номер один, ручной расчёт первая, второй – Excel, третья – программа из MATLAB. Ну, вообще находят какие-то ещё другие, много других всяких приложений, гуляют в интернете, свободно распространяемых. В принципе, я допускаю какие-то другие приложения. То есть всё, что найдёте, с помощью чего сможете решить эти задачи. Понятно, да? То есть, получается, второй семестр с одной стороны проще, а с другой стороны каждую задачу надо решить тремя методами. Ну, и там, наверное, уже отчёт будет как минимум на девяти страницах. Точно так же его оформляете, точно так же делаете титульный лист, показываете, подписываете. Вообще говоря, вообще говоря, а чё-то вдруг я сейчас подумала, а это же вы допуск будете получать. Да, во втором семестре вы не у меня даже будете этот титульный лист подписывать. А будете подписывать у того, кто будет вести практику. Скорее всего, Юрий Александрович. Ну, он тоже в курсе, что вы это будете делать. Поэтому я просто сейчас точно не знаю по нагрузке. Ну, если у меня нет практики, то по логике этого у меня нет. Скорее всего, это нагрузки у него. И, значит, вы будете ему это сдавать. Понятно, да? Ну, а теперь, прежде чем перейдём к теории, к примерам решения задач, я должна выяснить ваш уровень. Значит, ну, вы уже сказали, вы заканчивали политех, вы заканчивали транспорт. На какие направления или специальности? У меня информационно-безопасный блок. Информационно-безопасный блок. Управление гражданой бизнес-системы. Ой-ой-ой, это что это за направление? Укрупнённая группа какая? 43 или 39, что-то типа того. Уж не помните. Так, хорошо, ладно, поехали дальше. Какие математические... Так, специалитет и... Нет, у меня бакалавриат. Бакалавриат и бакалавриат. Так, а, нет, сначала вопрос. Зачем вам магистратура? Честно, как бы, вот, чисто, так скажем, для понимания ситуации в образовании, вот, двухуровневым, мне, как заведующий кафедрой, надо знать, зачем люди идут в магистратуру. Ну, заведующий вопрос, наверное, возможно. Возможно, да. Я расширить профиль пришёл. В подготовке, но не знаю. Так, второй вопрос. А почему на заводчику, а не на заводчику тогда? Так вот. Я с другого города, вообще, в Нисонске. Ну, что, а общежитие магистрантам тоже дают? Не смог поступить на дневное. Не, ну, хотел, но потом передумал, в последний момент, типа, работаю ещё в другом городе. А в другом городе это где? В Чуменской области. Ого, а в Чумени нету магистратуры? Да нет, здесь заканчивал политеху, уже родной как-то. А, вон что, ясно, ясно. Так, получается, вы сюда только вот приезжаете на время заочки, да? Ага. Здесь же идём, обеспечиваю, каждый состоятельный? Нет, я снимаю. Ну, а вообще, вообще как? А, ну, мне это предлагали, там, типа, да. То есть можно, да? Если есть свободные места в общежитии, можно. Ну, ясно, ясно. Ну, ладно, ладно, понятно тогда, понятно тогда более-менее. Так, ну, а теперь уже по вашему уровню образованности давайте поймём. Значит, на информационной безопасности дисциплины методы оптимизации нет, это я точно знаю, да? Да, вот. А в курсе математики что-то у вас было, кроме, ну, допустим, численные методы какие-то? Нет, я сам это в рамках дипломной работы изучал методы оптимизации, ну, на основе это вот и симплекс методы, и графовые модели построения. Только-только для выпускной работы, да? А, так не было в рамках. Ага. А кто руководитель? Данилова Альба Тимофеевна. А, Данилова, ну, ясно, ясно. Ну, Данила у вас сама тоже наша выпускница, ясно. Так, а вы что-нибудь? Ну, в общем, только по понятиям уже должны были. То есть у вас вообще математика, насколько я понимаю, должна была быть в течение двух семестров, не более, да? И там вы изучали интегралы, дифференциалы, линейную алгебру, немного геометрии, и на этом остановились, да? Примерно, да. Даже теория вероятности? Нет, теория вероятности. А, ну, теория вероятности чисто белый-черный шарик, да? Ну, в принципе, да. Ну, в общем, понятно, в общем, ничего страшного. Ну, как бы, как обычно в обведении к дисциплинам и к учебникам по методам оптимизации пишется, для освоения этой дисциплины необходимы знания линейной алгебры в курсе просто в объеме курса высшей математики. То есть, если вы знаете, что такое система линейных уравнений, что такое метод Гаусса, в принципе, в принципе, этого почти достаточно, так скажем. Ну, там немного сведения из математического анализа, но это уже чисто для теоремы, для обоснования, как бы для заочников теоремы, но это уже излишество, которое никуда не присутствует. Так, ну, тогда, тогда давайте начнем. А, значит, кроме того, что у вас кейс вам будет доступен, библиотека вам, политеха, доступна? Читательский, наверное, да. Да, ну, я не знаю, как за учеником. Да, читательский, наверное. Ну, вы имеете право оформить, да? Наверное, да. Да, наверное, да. Ну, значит, тогда можно взять два моих учебных пособия. Они, по-моему, даже в электронном виде. Ну, вернее, одно точно в электронном виде доступно, поскольку оно на СИД изготавливалось. Это учебное пособие 13-го года, довольно свежее. Но еще лучше бы взять учебное пособие 2007-го года. Вот, ну, оно тоже должно, наверное, быть отсканировано, потому что это бумажный вариант электронного пособия. Значит, ну, по поисковику Зыкина А.В. и 2013-го называется «Методы оптимизации исследования операций», учебное пособие, а 2007-го, ну, возможно, примерно как-то точно так же называется, без слова только «Исследование операций». Ну, и на самом деле очень много других учебных пособий моих, примерно на эту же тему, допустим, под названием «Теория принятия решений», есть под названием «Динамическое программирование», но это будет «Теория второго семестра», хотя вам это надо будет все изучать самостоятельно. И, в принципе, я к чему это? Что изучив все мои учебные пособия, изданные в политехе, достаточно для сдачи экзамена. Вот так, скажем. Можно даже не ходить на эти мои лекции. Более того, у меня был такой приятный прецедент. Прецедент, студент переводился из какого-то другого вуза, ему надо было доздать мою дисциплину. Он, что называется, тупо взял мою методичку, я уж не знаю, как он ее изучал, там, читал, зубрил или как, пришел сдавать экзамен, сдал на четверку. Что меня очень приятно удивило. Ну, это, наверное, говорит, ну, с одной стороны, о способностях, наверное, неплохих студентов, ну, а с другой стороны, о качестве учебного пособия. Изучить без лекций, без комментариев самостоятельно, так, чтобы потом сдать, ну, значит, этого достаточно. Итак, поскольку у меня нету даже 18 часов лекционных, а ровно два из которых мы уже почти полчаса потратили на общее сведение, то мы разберем пример моделирования, правила моделирования, а все остальное, к сожалению, методы все будете изучать самостоятельно. Итак, пример задачи для моделирования. Кстати, он находится как раз в этом, в одном из учебных пособий, которые будете брать. Задача о диете. Значит, ну, так, сначала, что такое математическое моделирование вообще, если кто-то не сталкивался с этим? Берется какая-то содержательная, практическая, из материального мира задача, как правило, хотя может быть и абстрактная, и формализуется с помощью параметров, и мы сейчас разберем, какие параметры должны быть обязательно присутствовать. Потом, после формализации задачи в параметрах, составляется условие содержательность, как математические соотношения, и записывается цель моделирования. Таким образом, получается задача оптимизации, которую вы будете изучать. Итак, содержательная задача. Имеется набор продуктов. Необходимо обеспечить диету, ну, в скобочках пояснить можно, питание с заданным количеством питательных веществ. Диету, ну, потому что диету можно понимать, как там похудеть, а это значит, пей одну воду, и диета соблюдена. Именно диету в смысле питания, обеспечивающие в определенном количестве питательные, определенные питательные вещества. Что такое питательные вещества? Белки, жиры, углеводы, витамин А, В, С, Д и последняя лука в какой-то. Так, что такое в определенных количествах? Это значит, за один прием пищи или за одни сутки мы должны получить не меньше такого-то количества белков, такого-то количества углеводов и так далее. Откуда мы эти питательные вещества можем взять? Из покупаемых продуктов. Итак, понятно, значит, набор продуктов есть и необходимо обеспечить диету. В результате, вообще говоря, мы содержательно сформулировали уже модель. Так? Но, каждую модель для какой-то цели составляет. Правильно? Взять даже вот необязательную задачу о диете. Возьмите стол. Его можно, ну, хотя бы вот три параметра, длина, высота, ширина, можно задавать разные параметры. Правильно? От чего это зависит? А это зависит от цели. Если цель это для ребенка, то этот столик будет маленький. Если это для, ну, уж не знаю, там, какого-нибудь двухметрового спортсмена, возможно, ему надо чисто эргономически чуть-чуть повыше стол, да? Ну, или для лилипуда чуть-чуть пониже стол. То есть, нужна еще цель. Так вот, давайте, причем, обратите внимание, на любой модели цели могут быть разные. Даже про стол я уже назвала три цели. Точно так же в задаче о диете, обеспечении питательных веществ. Можно обеспечить диету для откорма свиней. Это будет одно, да. Можно обеспечить диету для презентации какого-то торжества или для презентации какой-то фирмы. Это другая цель будет, да, так, скажем, напускать. Пыль в глаза, что фирма довольно успешная, значит, вот, стол будет такой, что все акты, к примеру, да? А можно, ну, такую, ну, такую более, так скажем, советскую цель поставить. Минимизация суммарной стоимости продукта. Вот, давайте, классическая задача именно в таком виде формулируется. Цель моделирования, запишем, минимизация суммарной стоимости продукта. Все, задача сформулирована. Теперь, как строить математическую модель? Давайте сначала я вас разочарую. Вот у меня на дневном отделении моделированием мы занимаемся целых шесть, целых девять пар подряд, и на каждой паре мы моделируем. И в каждой группе находятся студенты, которые у меня спрашивают, а какой учебник можно почитать, чтобы вот научиться моделировать. Нету таких учебников. Моделирование – это искусство. И нету строгого алгоритма для построения модели. Есть только общие принципы моделирования, которые для стола будут реализованы таким образом, а для задачи о диете – другим образом, а для третьей задачи – еще следующим образом. Поэтому основные этапы моделирования сначала запишем. И на этом теория заканчивается. То есть другой теории нет. На самом деле я их уже даже вам изложила, но мы просто сейчас их зафиксируем. Значит, первый этап. Выбор параметров моделирования. Второй этап. Собственно, построение модели. Построение модели или, расшифруем это, запись условий задачи в виде математических соотношений. И третий этап. Третий этап. Запись цели моделирования. Ну, или расшифровываем. Выбор критерия эффективности для заданной модели. И все, другой теории нет. Все остальное надо моделировать, 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 пока, наконец, не поймете, что это такое. Ну, давайте возвращаемся к задаче «Уберить». Первый этап. Мы записали выбор параметров моделирования. И этот этап, на самом деле, содержит три подэтапа. Параметры могут быть... Ну, вернее, на самом деле, параметров... Два вида параметров. Параметры заданные, постоянные, фиксированные. И параметры переменные или неизвестные по школьному. Но постоянные параметры мы делим еще на два вида подпараметров. Причем, так скажем, ну, я думаю, что это именно моя методика, которая возникла в ходе работы со студентами. Потому что, если постоянные параметры записывать все в кучу, не выделяя из них одни, которые имеют особенности, другие, то потом разобраться, что намоделировали студенты, и найти ошибку и самим студентам гораздо сложнее. А вот если мы постоянные параметры разделим на два типа. Первый тип довольно формальный. Параметры, задающие размерность задачи. К примеру, у стола это будет три. Потому что длина, ширина, высота – это размерность нашей задачи. А у другой задачи может быть больше. В задаче о диете сейчас мы поймем. Итак, первое – параметры, задающие размерность. Второе – собственно постоянные параметры. В соответствии с размерностью. Понятно, да? То есть, если размерность – это три, то постоянные параметры в соответствии с размерностью. Первый параметр – высота, второй параметр – ширина, третий параметр – длина. И уже третий тип параметров – переменные параметры или неизвестные. Итак, давайте, теперь вернемся к задаче о диете. Попробуем эти параметры задать, и главное – правильно их оформить. Что в задаче о диете будет размерностью? Как вы думаете? Вот про стол я сказала, а в задаче о диете что будет размерностью? Набор питажных участий. Вот думайте правильно, а говорите неправильно. Причем вот на этих девяти занятиях, когда мы моделируем, я всегда студентов, ну, так скажем, выставляю. Вот я заказчик, причем немного туповатый, а вы модель мне строите, и я не понимаю, что вы мне говорите, понимаете? Вы должны говорить грамотно, ну, или говорить так, чтобы я, как заказчик, поняла. Попробуйте по-другому сформулировать. Итак, и так, ну? Набор питажных участий с предоставленных продуктов или все. Ну, вот, понимаете, на самом деле я вас понимаю, как лектор, а вот как заказчик абсолютно не понимаю, что вы мне сейчас говорите. Вы мне должны сказать так. Первая размерность, пусть это будет N, и это количество покупаемых продуктов. Причем, смотрите, мы сразу же не 3 говорим, хотя можно написать и 3, да, а в общем случае количество покупаемых продуктов. Именно не набор продуктов. Всегда, когда студенты мне говорят набор продуктов, я задаю вопрос встречный. Если N равно единице, что будет означать набор продуктов? Если N равно 10, что 10 продуктов и каких продуктов? А вот количество разных покупаемых продуктов это N. Так, причем вместе с N обязательно мы вводим параметр, который будет изменяться от единицы до N. Или будет задавать номер конкретного продукта. То есть, смотрите, мы написали N, это количество продуктов. 10, значит, у нас 10 разных продуктов. А дальше я пишу индекс G, пишу равно 1, запятая N, и говорю, что G это номер продукта. Вот теперь мне, как заказчику, все понятно, что вы мне написали и что сказали. N это количество продуктов, G это номер конкретного продукта. То есть, вы именно это и хотели мне сказать, примерно, да? Но сказали так, что я вас абсолютно не поняла. Ну, а теперь дальше попробуйте то же самое сформулировать про питательные вещества. Ну, например, X это количество питательных вещества, а I тоже от единицы, да. Так, значит, по поводу Букова давайте определимся. В оптимизации, в математике. Вот смотрите, даже в школе вы писали 2 умножить на X равно 3. Ну, или писали A умножить на X равно B. Ну, вот 2X равно 3, понятно, что 2 это число, 3 это число, и X это неизвестное, да. А вот AX равно B. Что здесь известно, а что неизвестно? Ну, вообще говоря, вы даже не в школе учились, а уже диплом имеете в высшем образовании. А известно, ну, или постоянный параметр, B известно, постоянный параметр, а X неизвестно. Так вот, не трогайте X. Это не постоянный параметр, мы до него дойдем. Я предлагаю ввести Буковку М. Ну, и, кстати, для размерности, для размерности, если вы помните, вы изучали вектора, да, и писали X1, XN, X1, XM. Правильно? Обычно буковки N, M это размерности, буковки для размерности. А буковки I и G это буковки для изменения от единицы до индекса. Итак, поэтому M это что у нас будет? Количество питательных веществ. Количество питательных веществ. Вот четко правильно сказал. И дальше пишем запятая и равно 1. Ой, я, кстати, неправильно написала. Если 1,н, сверху ставится черточка. А если 1 запятая, то 3 точки. Ну, поскольку лишние точки и запятые, проще написать, да. Поэтому мы будем писать. Итак, I от единицы до M будет изменяться. И I это что будет? Номер питательного вещества. Номер питательного вещества. Замечательно. Так вот, это обязательный элемент для оформления ваших моделей. Если размерности не будет, я просто дальше не буду смотреть. Кстати, это можно было бы и не записывать. Мы сейчас дальше будем все записывать с использованием этого. И из контекста будет понятно. Ну, понимаете, для, так скажем, дисциплины оформления вот это очень нужно. И для облегчения моделирования вы уже будете знать, что номер I закреплен за последней буковкой N, номер G за N. И когда будете строить модель, уже не ошибетесь. Ну, или, по крайней мере, сможете себя проверить. То есть вот эту, так сказать, выдумку я придумала, и я вот была буквально удивлена, что это играет вот очень хорошо на понятие моделирования и на проверку моделирования. Итак, размерности заданы. Значит, второй пункт постоянных параметров, это значит первый постоянный параметр, второй пункт. Ну, собственно, сами постоянные параметры. Давайте обратимся к модели. Чтобы понять про постоянные параметры, надо сначала понять, а какие будут непостоянные. И надо понять, чем отличается постоянное от переменных параметров. Вот как это понять в нашей задаче? Переменные – это те параметры, которые будут меняться и которые будут влиять на результат моделирования. Правильно? А постоянные параметры – это те, которые, ну, изначально нам сверху даны, и мы на них влиять не можем. Так вот, что известно нам и что неизвестно? Можете сначала сказать, что неизвестно? Значит, нам надо… Нам величина неизвестна, которая с целью исходит. Ну, нет. Вот смотрите. Нам задан набор продуктов. Наименование продуктов, раз мы номера продуктов написали, мы знаем, да? Что ещё про продукты мы знаем? Мы приходим в магазин, покупаем, ну, килограмм сыра и на упаковочке написано «В 100 граммах содержится столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов». Так что нам известно? Набор? В единице каждого продукта. Вот. И это мы обозначим буковкой «А» и «Ж». И представляете, уже мы знаем, что такое «И» и что такое «Ж», поэтому как мы это расшифруем? Что это? Говорите. «И» – это номер питательного вещества, «Ж» – это номер продукта. Что такое «А» и «Ж»? Количество питательных веществ в одной единице продукта. Количество каких питательных веществ? Ну, если «И» – это номер питательного вещества. А, ну да. Значит, что? Ещё раз. «И» – это питательного вещества. «И» – это питательного вещества. «И» – это где? В житом продукте. В единице очень важно. Вот если вы скажете «В житом продукте», так скажем, лет 20 назад у меня экономисты, девочки на экзамене рыдали, когда они не сказали «В единице», и это очень сильно повлияло там на какой-то их ответ. Так вот, важно, что «В единице». И так пишем. Количество «И» – это питательного вещества в единице житого продукта. Дальше читаем задачу содержательную. Нам надо обеспечить диету, а в скобочках мы расшифровали, заданное количество питательных веществ. Уже само слово «заданное» говорит, что эта величина постоянная и известная. Так, что мы сейчас должны сформулировать? Что значит «заданное»? Смотрите, нам надо обеспечить заданное количество питательных веществ и неважно, из каких продуктов. Ну да, просто с одним индексом. С одним индексом. С каким? Смотрим на размерности. Ну, где питательные вещества и какие-то. Да, то есть мы пишем «Б», «И» и расшифровываем. Требуемое количество «И» питательного вещества. И что нам ещё известно? Ну, подсказываю, уже связанное с продуктами, которые мы в магазине покупаем. Тем более, посмотрите на цель моделирования. Нам надо обеспечить минимальную суммарную стоимость покупателя. Цена продукта. Цена, причём не продукта, а цена чего? Единицы. Молодцы. Цена, единицы продукта. Ц, «Ж». Ну, кстати, как правило, в моделировании, в оптимизации используются буковки, которые являются аббревиатурой соответствующего слова. Цена, первая буковка «Ц». Ну, здесь уже играет латинская «Ц». Кстати, в моделировании принято всё везде использовать латинские буквы. Причём вот уже мы подошли... А, нет, давайте сейчас... Значит, на этом... Значит, записали цена единицы житого продукта. И постоянные параметры закончились. Теперь надо переменные параметры. И вот здесь вы уже можете взять буковку «Х». Неизвестную. И что у нас неизвестно? И переменная, и может меняться, и будет влиять на результат моделирования. Будет влиять на количество полученных питательных веществ. Что будет влиять? И на суммарную цену это будет влиять. Ну, что будет влиять на это? Суммарная цена это как производная уже будет. Наборная. Ну, опять думаете правильно, ну или, по крайней мере, мне так кажется, что думаете правильно, а говорите абсолютно неправильно. Итак, буковка... Количество, наверное, надо... Количество чего? Продуктов. Ой, питательные вещества. Ой или ой? Не, на продуктах единицы. Ну, почти, ну, 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 смелее. Уже почти сказала. Итак, обозначаем буковкой х с каким индексом? С индексом жи. И это что будет? Количество. Ну, жи это что? Продукт. Жи это номер продукта. Значит, что такое х с жи? Количество продуктов. Каких? Необходимо. Неправильно. У меня индекс жи. Количество единиц жи того продукта, единственного. То есть, сколько булок хлеба купим или сколько килограмм сыра купим. Все зависит от индекса. Если индекс один это хлеб, то х1 это количество булок хлеба. Если индекс 2 это сыр, то х2 это количество килограмм сыра, но не в общем продуктов. Правильно? Вы можете все х сложить, тогда это будет количество, но это будет куча мала, да? Все в перемешку. Это уже когда вы съедите, там уже все в перемешку будет. Итак, на что хочу обратить внимание. Итак, М, Н, И, Ж, К, Л, как правило, индексы и размерности. Начальные буквы алфавита А, Б, С, Д – постоянные параметры. Конечные буквы алфавита И, 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 З – переменные параметры. То есть, общепринятая практика. Итак, параметры заданы, переходят к построению, собственно, модели. Итак, опять смотрим на содержательную задачу и как мы с помощью этих параметров можем записать условия задачи. А условия задачи основные какие? Обеспечить себя питательными веществами посредством покупаемых продуктов. В этом же я добавляю подсказку. Значит, как понять, сколько питательных веществ мы получим? Допустим, нам надо Б1, да? Это питательное вещество с номером 1. Как понять, сколько мы его получим? Как посчитать, точнее? И как проверить, получим мы его или нет? Это сумма произведения цены, единицы. А при чем здесь цена? Количество, да, продуктов. Так, на что? На требуемое будет количество питательных веществ. Буквка какая? А. А. Первое, получается, раз. Да. То есть, диктуем, что надо написать. А, 1, 1. На что умножаем? На Б. Приплыли. На требуемое количество. На 1, 1 на х значительный. На х какой? 1. 1. А что так не смело? А, 1, 1. Это количество первого питательного вещества в единице первого продукта. А х1 – это количество единиц первого продукта. Это значит, мы получим количество первого питательного вещества из всех продуктов с номером 1. Дальше что пишем? Плюс, мы же первое питательное вещество еще из других продуктов можем извлечь. Плюс что? Плюс А, ну так же с индексами. Мы будем сразу последний индекс написать. Нет, давайте промежуточный, второй. Ну, тогда А2, 1, Х2. На экзамене за это неуд. А сейчас думаю. А2, 1 это количество питательного вещества с номером 2 в продукте с номером 1. А нам надо... Наоборот, А1, 2. Ну, то разница такая большая. А1, 2 и на Х2. Я слушаю. Да. Да. Да, я звонила в УМУ, и мне сказали, если у меня лекция, я могу бегом после лекции на 5 минут раньше отпустить студентов. И лекция у меня заканчивается через... Ой, во сколько? Сейчас поскоро. В 40 заканчивается. Сейчас в 16.40. Ну, да, ну, я обещала 16.40 быть. Причем Наталья Анатольевна говорила, что Александру Владимировичу скажет. Нет, ну, скажите, скажите. Я сейчас... Сейчас заканчиваем строить модель, и я студентов отпускаю. Так, ну, вот видите, меня уже потеряли. Так, ну, а дальше понятно. Дальше плюс и так далее. А, 1, N, X, N. И теперь самое главное. Это мы получили что? Суммарное количество первопитательного вещества, которое мы получим из всех продуктов. Так, а нам надо В1. Как проверить, что выполняется В1? Неравенство будет больше либо равно. Больше либо равно. Причем молодец. На самом деле обычно говорят равно. Но равно ограничивает нам возможность выбора иксов. Потому что если будет больше, мы положим в холодильник лишний продукт. Так, чтобы как бы... А вот если будет меньше, уже не сможем. Ну, а дальше пишем и так далее. И пишем АМ1, это последнее питательное вещество, умножить на Х1 плюс АМ2 на Х2 плюс АМН на ХН. И это больше либо равно БЛ. Мы фактически составили условия обеспечения нашей диеты питательными веществами. Единственное, чего не хватает, и обычно в содержательных задачах это присутствует. Вот скажите, числовое значение, высоты, ширины, длины стола какое может быть? Целочисленное. Ну, целочисленное, ладно. Оно не обязательно, а вот какое? Оно может быть для целых 5 положительное. Ну, либо... Больше либо равно 0. Либо для покупаемых продуктов это может быть и ноль. Ну, чувствуется, что вы оптимизацию использовали в своей выпускной работе. Итак, записываем. Х1 у нас неотрицательно. ХН неотрицательно. И это комментируем. Ну, классически я предлагаю такую формулировку. Отрицательное количество продуктов не имеет содержательного смысла. Ну, а эти мы, как комментировали, первое ограничение. Обеспечение содержания первого питательного вещества, обеспечение содержания второго, последнего питательного вещества. Либо неравенство, как комментируемых. Получаемое количество питательного вещества не может быть меньше требуемого. То есть, вот такие комментарии вы в своих моделях должны писать. То есть, вот, видите, фактически мы уже первую задачу оформили, смоделировали. Кстати, по-моему, она у меня в качестве примера оформления выставлена. Итак, модель построена. Третий этап. А, кстати, это был второй этап. Я не знаю, озвучила или нет. Два римская. То есть, построение собственно математической модели. И третий этап. Запись цели моделирования. Запись цели моделирования. Целевую функцию надо выписать. Какая у нас цель? Обеспечить минимальное суммарное количество наших затрат на покупаемые продукты. Значит, надо найти суммарное количество наших затрат. Как найти? Ну, знак суммы надо вставить. Суммы чего? Ну? Смотрим. Сэ будет. Сэ? Да. У нас есть. Сэ один. Цена единицы первого продукта. А сколько первого продукта мы покупаем? Количество первого продукта? Икс. Икс. Да. Ну, только не икс, а икс один. Дальше, что пишем? Плюс. Плюс. С2. Икс2. И так далее. И так далее. СН. Икс. Л. Мы получили целевую функцию. Суммарное количество наших затрат на покупаемые продукты. И это суммарное количество стремится к минимуму. Все. Ну, смотрите, на самом деле, сколько мы потратили? Ну, не больше получаса не спеша, разжегая, построить модель. Значит, чтобы построить три модели, не более полутора часов вам надо будет, да? Вот и все. Сюда же меньше. Ну, вообще говоря, да, можно и меньше. Тем более, тем более задание, ну, так скажем, кому как повезет. Есть вот просто классические тривиальные модели. Есть чуть-чуть такие, где немножко подумать надо. Но, когда получается модель, она тоже получается вот такой же тривиальной. Ну, теперь, теперь, теперь. Что надо делать с этой моделью? В первом семестре вы ее оформили и все. Во втором семестре вы должны выписать вот эту модель и сказать, это задача линейного программирования. И обосновать, почему. Потому что функции ограничений линейные, целевая функция линейная. Если у вас получится целевая функция нелинейная, вы напишите задача нелинейного программирования, потому что целевая функция нелинейная. И дальше. Для задачи нелинейного программирования выберем метод, ну, нелинейного, сопряженных градиентов. И выписываете этот метод, прорешиваете. Для задачи линейного программирования выбираем симплекс метод. Ну, кстати, в 90% моделей получаются линейные задачи, и, значит, какие-то симплексные методы надо будет использовать. Ну вот, в принципе, и все. Вопросы ко мне есть? Вопросов нет? Ну, тогда вы свободны, а я не свободна иду к проректору. Ну, такая уж судьба у заведующего кафедры. Так, все, все. Давайте, освобождайте аудиторию. Я ставлю на пульт, потому что мне еще надо. Ну, вы можете потом прислать мне, да, конечно, конечно, прислать, причем с распределением уже заданий. Все, уходим. Продолжение следует...